С вами канал Учебник Вслух. География, 8 класс. Тема урока – Характеристики реки. Реки протекают по территориям с очень разным рельефом и климатом, поэтому они очень не похожи друг на друга. И различаются они по многим характеристикам. К числу основных характеристик относятся длина и водоносность рек, площадь речного бассейна, режим и питание реки. Первая характеристика, с которой начинается описание любой реки – это ее длина. Длина реки – это расстояние вдоль русла от истока до ее устья. Иногда длина реки определяется с учетом ее основного притока. Такая практика применяется, когда длина отрезка главной реки от истока до места впадения основного притока меньше, чем длина этого притока. Например, длина Аби считается не от ее истока, а от истока Иртыша. Удивительное дело, но бассейн реки – это не вода, которая течет в этой реке. Еще в шестом классе вы узнали, что река с впадающими в нее притоками образует речную систему. Но не только притоки приносят воду в реку, в нее обязательно поступают подземные воды. Так вот, бассейн реки – территория, на которой находится речная сеть, в которую поступают поверхностные и подземные воды. Можно сказать и так, бассейн реки – это водосбор, то есть площадь суши, с которой река собирает воду. Как правило, чем больше площадь бассейна, тем значительнее и полноводнее река. Бассейн ограничен водоразделом. Водораздел – это граница, по разные стороны которой сток идет в разные речные бассейны. Очень хорошо выражены водоразделы в горах. Там ими являются горные хребты по разным склонам горного хребта. Реки стекают в разные стороны. На равнинах водоразделы менее заметны. Здесь они проходят по наиболее приподнятым участкам местности. Причем это поднятие может быть небольшим, на глаз почти незаметным. Но вода обязательно найдет направление, по которому и будет перемещаться в сторону рек. Чем питается река? Отчего она становится шире и полноводнее? Смешной вопрос. Конечно, она питается водой. Но каково происхождение этой воды? Откуда она попадает в нашу реку? Реки, бассейны которых находятся в различных природных условиях, отличаются по источникам питания. Питание реки – это поступление воды в реку из различных источников. Такими источниками являются дождевые, подземные, а также талые воды, образующиеся при таянии снега и ледников. Большинство рек имеет смешанное питание, поскольку вода поступает в русло рек из нескольких источников. У каждой реки свое характерное для нее сочетание источников питания. Один из этих источников может оказаться основным, формирующим более 50% стока воды. Тогда про эту реку говорят, что она имеет преимущественно дождевое или, например, снеговое питание. Но это совершенно не значит, что у нее нет других источников питания. Значительная часть территории России расположена в пределах умеренного климатического пояса. Умеренный климат характеризуется устойчивым снежным покровом, который весной разрушается. Именно поэтому для огромного числа рек России основным является снеговое питание, то есть реки питаются талыми снеговыми водами. В теплое время года в реки поступают дождевые воды. Дождевое питание рек является основным только на Дальнем Востоке, где летний муссон приносит со стороны Тихого океана большое количество осадков. Некоторые реки страны имеют и ледниковое питание. Крупными реками с ледниковым питанием являются Катунь, Терек, Кубань. Эти реки начинаются высоко в горах, где в теплую часть года возможно таяние горных ледников. Количество воды в реках с ледниковым питанием очень сильно меняется в течение дня. Утром через такую речку можно перепрыгнуть или перейти ее по камням, но если вы будете вечером возвращаться той же дорогой, то ее не узнаете. Возможно, вам придется пройти по берегу большое расстояние, прежде чем найдете место, где рискнете переправиться на другую сторону. Эта ситуация легко объяснима. Утром лед тает слабо, поэтому и воды в реке немного. Но днем таяние усиливается, и речка за несколько часов превращается в бурный поток. Подземное питание характерно для большинства рек страны. Для ряда рек Камчатки подземное питание является основным. Количество воды в реке в течение года может сильно меняться, что связано с характером ее питания. Понятно, что реки со снеговым питанием будут наиболее полноводной весной, а с ледниковым – летом. Причем меняться будет не только водоносность реки, но и температура воды, содержание в воде кислорода, минеральных частиц и так далее. Все эти изменения и называются режимом. Гидрологический режим – это регулярные, суточные, сезонные и годовые изменения в состоянии реки. Прежде всего, режим реки проявляется в колебаниях уровня и количества воды в реке. Наивысший уровень воды в реке отмечается во время половодия. Половодье может продолжаться довольно долго, до нескольких недель. Оно происходит в определенное время. Различают реки с весенним, летним половодьем и паводками. Весеннее половодье связано с таянием снега. Летнее половодье также может формироваться за счет таяния снега в бассейнах северных рек, где снег тает не весной, а в начале лета. На реках Дальнего Востока летнее половодье является результатом выпадения муссонных дождей. Летнее половодье может наблюдаться и на реках, имеющих ледниковое питание. Ведь таяние снега и льда в горах достигает максимума летом, а не весной или осенью. Для многих рек характерны паводки. Это быстрое и нерегулярное повышение уровня и увеличение количества воды в русле реки. Он связан с интенсивным таянием снега или с выпадением сильных дождей. В отличие от половодья, паводки могут формироваться в любое время года, и продолжительность их меньше. Период, когда в руслах рек находится минимальное количество воды, называется меженью. Межень чаще всего приходится на зиму или на лето, при условии, что летом господствует сухая и жаркая погода. В это время единственным источником питающим реки остаются подземные воды. Повторим главное. Важнейшими характеристиками реки являются ее длина, площадь бассейна и водоносность. Реки различаются характером питания и режимом. Питание реки – это поступление воды в русло реки из различных источников. Такими источниками являются дождевые, подземные, а также талые воды, образующиеся при таянии снега и ледников. Большинство рек России имеет смешанное питание. Гидрологический режим – это регулярные изменения в состоянии реки. Наиболее ярко он проявляется в изменении количества воды в ее русле. Период с максимальным количеством воды в реке называется половодьем или паводком с минимальным меженью.